Привет! Меня зовут Ира, и это мой канал о русском по-русски. Сегодня в этом видео я посоветую вам 11 короткометражных фильмов на русском языке, которые, как я думаю, будет интересно посмотреть и обсудить с вашими друзьями или вашим преподавателем. Если вы хотите узнать, какие фильмы я советую, продолжайте смотреть видео. На моём канале уже есть два видео, где я рекомендую больше 20 короткометражных фильмов, но за последние месяцы я посмотрела ещё 11. Почему я люблю использовать короткометражные фильмы на занятиях с моими студентами? Потому что обычно они длятся от 15 до 30 минут, имеют полноценный сюжет, их снимают на разные темы, и это прекрасный способ выучить новую лексику, особенно разные разговорные слова, ну и в целом найти новую тему для разговора. Итак, какие же 11 короткометражных фильмов я могу сегодня вам посоветовать? Первый фильм называется «Фиксаж». Это не совсем обычный короткометражный фильм. Почему? В нём герои почти не разговаривают. Вы услышите только несколько фраз. И вы скажете, «Ира, ну этот фильм не очень полезный, там не разговаривают». Да, не разговаривают, но сам фильм снят потрясающе. Игра актёров на высоте. И тема этого фильма – искусство, вдохновение, творчество, человек-художник. Очень интересное. Вы можете посмотреть фильм и обсудить его. Мне кажется, что здесь акцент нужно сделать именно на обсуждении. Второй фильм называется «Ничего не бойся». И этот фильм сняла компания «Дядя Ваня» фильм. Я о ней уже так много раз вам рассказывала. Я их обожаю. Актёры играют потрясающе. Я получаю удовольствие от каждого короткометражного фильма этой компании. Фильм «Ничего не бойся» – не исключение. Он такой же классный. О чём этот фильм? Я бы сказала, что этот фильм о семейных отношениях и о том, как трагедия может изменить семейные отношения. И, конечно, этот фильм о любви, о поддержке и об измене. Следующий фильм называется «Верю-не верю». И это фильм о врачах и о медицине. Я уже советовала вам несколько фильмов о врачах и сегодня посоветую целых два. Фильм интересный, фильм сложный, но я уверена, что он вам понравится. Четвёртый фильм – это тоже фильм компании «Дядя Ваня». Фильм. И называется он «Обычная свадьба». Думаю, что по названию вы уже можете понять, что фильм будет о свадьбе. Но также это фильм о цензуре. А ещё это фильм о любви к бабушке и дедушке. Следующий фильм называется «Гоголь-моголь». Я думаю, что все вы знаете, что такое «Гоголь-моголь». Нет? Если не знаете, узнаете, когда посмотрите этот фильм. Фильм отличный. Особенно мне понравилось, как играет свою роль мама мужчины. Также я советую вам обратить внимание на сообщения, которые получает в этом фильме мужчина, потому что в них будет очень много интересных слов. А в целом этот фильм о семейных отношениях, об отношениях с матерью в частности, и, я бы сказала, об очень умной женщине. Следующий фильм называется «Одна любовь». Насколько я знаю, в основе этого фильма лежит реальная история. И я бы сказала, что это тоже фильм о любви. И здесь есть и любовь дедушки к внучке, и любовь девушки к молодому человеку, и молодого человека к девушке. Посмотрите, не пожалеете. Следующий фильм называется «Если хочешь». Я бы сказала, что с точки зрения профессионализма актёров и режиссёра это не самый лучший фильм, но при этом я советую вам его посмотреть, потому что тема интересная. Тема отношения подростков с родителями. И также я бы сказала, что здесь есть интересная тема выбора жизненного пути. Тоже рекомендую, несмотря на то, что сама съёмка фильма лично мне не очень понравилась. Следующий фильм называется «Измена», и я думаю, что по названию фильма вы уже догадываетесь, о чём он. Как и предыдущий фильм, с точки зрения съёмки и игры актёров, он мне нравится не очень, но тема фильма интересная. Думаю, что её тоже стоит обсудить. Девятый фильм, наверное, мой любимый из всех этих одиннадцати. Фильм называется «Продавец грёз». Грёзы – это мечты. Вы увидите историю мальчика, который мечтает стать художником, но его родители не хотят, чтобы он продолжал рисовать. Тема мечты, тема актуальная, тема интересная. Актёры играют с огромным-огромным профессионализмом. Фильм потрясающий. Наверное, нужно было сказать о нём первым. Следующий фильм – «Врач». И я говорила, что в этом видео я посоветую два фильма о медицине. Я бы сказала, что этот фильм и грустный, и смешной. Грустный, потому что ситуация, которая показана в фильме, типичная. Смешно, потому что он очень комично снят. Это история о том, как молодой человек становится врачом. И мне очень нравится фраза из этого фильма. Сначала человеком нужно стать, а потом врачом. И последний фильм называется «Совет». Фильм тоже очень классный. Если вы когда-нибудь смотрели американский или британский сериал «Чёрное зеркало», вы точно увидите какие-то похожие моменты. Фильм – совет о современных технологиях. А именно о технологии, которая делает выбор за человека. И в конце фильма вы увидите, к чему приводит нежелание делать выбор самостоятельно, а желание довериться какой-то современной технологии. Итак, это все фильмы, которые я хотела вам сегодня посоветовать. Уверена, что среди них вы найдёте хотя бы один, который вам очень понравится. Напишите в комментариях, смотрели ли вы какой-нибудь из этих фильмов. Ну и также напишите, если по моей рекомендации вы его посмотрите. Напоминаю, что на своей странице на сайте Patreon два раза в месяц я публикую задания к разным короткометражным фильмам, а также сейчас к разным подкастам. И совсем скоро я буду делать задание к фильму «Продавец грёз», о котором я сегодня говорила. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Я желаю вам удачи в изучении русского языка. Смотрите короткометражные фильмы, изучайте русский язык с удовольствием, и он ответит вам любовью. Редактор субтитров А.Семкин